Приветствую вас. Я бы начал с того, чтобы определить, значит, причину, из-за которых вы ссорились с моим парнем. Вот вы пишите, что вы сейчас ссорились, соответственно, из-за чего вы ссоритесь, что именно вы не можете поделить, что именно по поводу чего у вас конфликты, соответственно, чего хочет мужчина, что ему нужно и так далее. Далее, сейчас можно говорить, что ему такие отношения не нужны, это означает, что ему тяжело с вами, это означает, что ему, ну, как-то некомфортно, то есть, возможно, он чувствует, ну, например, он чувствует, что не может удовлетворить ваши потребности, которые у вас есть. Возможно, он чувствует, что его потребности не удовлетворены, от этого ему может быть плохо. Либо мужчине как-то вредит вся эта ситуация, связанная с этими ссорами. Ну, то есть, человеку... человек испытывает негатив из-за того, что вы ссорились. Вот. Далее, значит, он говорит, что без вас ему сложно. То есть, вы ему, получается, для чего-то нужны. Вы нужны ему для чего-то, и он не может вас потерять. Потому что вы ему нужны, опять-таки. Соответственно, вопрос у меня к вам. А если предположить, что действительно вы ему нужны, то для чего вы можете быть ему нужны? То есть, смотрите, получается, что вы хотите с ним быть в отношениях. У вас есть свои желания, чтобы взаимодействовать с ним. И у него есть свои желания, которые он пытается реализовать через вас. Соответственно, ошибка в том... Именно ошибка в том, что каждый из вас пытается реализовать собственные желания за счет другого. А нужно, чтобы было наоборот. То есть, чтобы каждый реализовывал другие желания другого человека, а не свои. Понимаете? Поэтому молодому человеку вам нужно сказать, чтобы он вам доверился, чтобы он донёс вам или выписал на листочке, если ему так удобнее будет. Значит, что-то он хочет. Кто-то ему хочется получать. Вот, например, вас от отношений, ну, как написал мой коллега, опять же. А вам нужно сказать, что вы хотели бы получать от отношений. Хотели бы. Не хотите, а хотели бы. Понимаете? Потому что вам, ну, никто не должен. Знаете, отношения, они свободные. Они, как бы, это же не рабство, да, не принудиловка какая-то. Поэтому, вот, начать нужно с этого. Соответственно, парню нужно сказать, что вы, например, были неправы в поведении своём к нему. И сказать ему нужно, что вы будете стараться насчёт учитывать его желания. Ну, и хотели бы, чтобы он тоже учитывал бы ваши желания. Далее. Вы говорите о том, что у вас есть потребность в том, чтобы всё было хорошо. То есть вы так и говорите, что я хочу, чтобы всё было хорошо. Почему у вас есть такое желание? Какова его природа этого желания? Что для вас значит всё хорошо? Что для вас означает спокойствие? Что нужно сделать человеку для того, чтобы это было? Что нужно сделать ему для того, чтобы было хорошо? Почему для вас это так важно? Чья роль в обеспечении того, чтобы всё было хорошо преобладает? Ваша, например, роль или, скажем, роль молодого человека. Вы же хотите, чтобы было всё хорошо, правильно? Значит, вам это и делать. Вам это и... вам над этим и работать. А то получается несколько странно, что вы говорите, я хочу, чтобы всё было хорошо, но при этом ссоритесь почему-то с младим человеком. Да? Конфликт у вас и так далее. Ну, слабо верится, что молодой человек, например, специально ссорится с вами, ну просто чтобы, вот просто чтобы поссориться. Но вы не понимаете, что это не так. И вот здесь уже важный момент. Если вы хотите, чтобы всё было хорошо, то что вы готовы ради этого сделать? На что вы готовы как бы решиться, чтобы всё было хорошо? Что вы, ну, можете сделать без вреда себе? Понимаете? То есть важно, важно какой, важно какой момент. Что если вы хотите, чтобы всё было хорошо, то не надо вредить себе. И молодому человеку тоже вредить не надо. То есть относитесь, относитесь с уважением к себе и относитесь с уважением к молодому человеку. И всё. И всё будет хорошо. И если он вас любит, если он вами, вами дорожит, то он будет с вами, он никуда от вас не денется, если всё будет нормально. Вот. Ну а если у него к вам шут нет и он только использует вас, например, ну так сами понимаете, что такие отношения, чем они раньше закончатся, тем лучше будет для вас. Потому что они вас только истощают и вредят вам. Унижают свою оценку, например, ну и вообще. Вот. То есть подумайте, что ваш мужчина хочет. Подумайте, что ему нужно. И что вы можете сделать из этого, из того, что он хочет, без вреда для себя. Вот. Подумайте. Это не так сложно. Это не так трудно. А если вам хочется, например, что-то для себя получить в отношениях, ну так подумайте о том, как либо самостоятельно этого добиться, либо как замотивировать человека на то, чтобы он захотел. Дать вам то, что нужно. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.